Очередная холодная точка появилась на карте Свердловской области. На этот раз в морозно-плину оказались жители поселка Канево-Блесневьянска. В населенном пункте лопнула система отопления. К тому же имеющаяся котельная не справляется. Температура воздуха в некоторых домах не больше плюс 5 градусов. Сельчане тем временем регулярно получают счета за тепло. Когда же реально потеплеет, это отправилась выяснить Юлия Анашкина. Обогреватель у нас сейчас 4, 2 на стене и 2 на полу. По переменке пользуемся, потому что иначе у нас проводка может не выдержать. Из-за холода хозяйка боится огня. Неровен час пожар случится, но по-другому никак не согреться. Батареи в квартире даже теплыми назвать сложно. Обогреватели тоже не спасают. На кухне 10 градусов, в этой комнате 14, в коридоре градусов 12. И у нас угловая комната, там очень холодно, мы там вообще не находимся. Ходим в одежде, спим тоже в одежде. Ну вот, одеваем на себя, чтобы теплее есть дома. А так вот целый день в одежде. В таких же условиях сейчас находятся жители четырех домов в Канево, а также садик и школа. Проблемы с отоплением здесь уже лет 10. Теплосистему не ремонтировали с нулевых. Вот она и не выдержала. В подвалах лопнули трубы, и горячая вода превратилась в лед. До повреждений ремонтники даже добраться не могут. Отогреть сети и сельчан местной администрации обещали до конца прошлого года. Но холодно в поселке до сих пор. 20 декабря должны были подключить крайний срок 20 декабря в школу. А уже как бы к Новому году или к Рождеству обещали в дома. Но этого не произошло, конечно, и не знаем, когда вообще оно будет ли. Потому что надежды уже никакой нет. По словам начальника котельных, добавить кипятка жителям не получится. Канево сейчас отапливает лишь одна старая угольная котельная, которую проще закрыть, чем ремонтировать. В местной управе тоже разводят руками. Решить проблему с теплом им еще весной обещали окружные чиновники. Был найден инвестор, который до конца 2015-го обещал установить здесь новые котлы, но испарился. Было заключено с громаднейшим трудом усилиями главы администрации Каюмова концессионного соглашения со Свердловской организацией, со Степановым, о строительстве трехгазовых котельных. То есть за его счет, потому что бюджетных денег не хватало. Они как бы заказаны, заказаны, делаются. А почему так тянут время? Ну, нехватка денег постоянная. Пока в селе установили лишь одну газовую котельную. По планам она должна обеспечить теплом, школу и пожарную часть. Правда, пустят его в лучшем случае лишь к концу февраля. Остальные котлы в село еще даже не привезли. Так что когда они будут запущены, неизвестно. По словам чиновников, когда единственная газовая котельная заработает, до конца зимы в домах сельчан потеплеет аж до 11 градусов. После этих обещаний, которые звучат как издевка, жители твердо решили жаловаться в прокуратуру. Юлия Анашкина, Дмитрий Килин. Новости 41 канала.